МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта бронированная гусеничная машина была принята на вооружение, едва появился ее первый экспериментальный образец. Она и сейчас находится в составе армии многих стран мира, хотя с момента ее создания прошло почти 7 десятилетий. Т-54 в фильме «Оружие». Еще не отгремели залпы Второй мировой войны, а конструкторы многих стран задумались над тем, какой станет бронетехника следующего покажения. Учитывались и уроки кровопролитных сражений, и возможности промышленности, и пути развития военного искусства. Уже в 1944 году советские инженеры приступили к разработке Т-54, машины, которая определит направление движения мирового танкостроения на десятилетия вперед. Но она появилась не на пустом месте. У нее был предшественник, средний танк Т-44. Он проектировался в Нижнем Тагиле, на знаменитом Уралвагонзаводе, главной танковой кузнице Советского Союза. Т-44 должен был сменить в бронетанковых войсках Красной Армии знаменитую «тридцатьчетверку». Несмотря на внешнее сходство с Т-34, получилась принципиально новая машина. Компактный мощный дизель располагался поперек корпуса. По этой причине корпус танка стал ниже, а броня — толще. Важно отметить, что усиление бронезащиты не привело к увеличению боевой массы машины. Она составила 32 тонны. Более просторную башню отодвинули ближе к центру. Лобовой лист корпуса стал монолитным. С него убрали курсовой пулемет, люк водителя перенесли наверх. Число членов экипажа сократилось до трех. Стрелка-радиста в нем не было. Т-44 сохранил вооружение 34-ки, 85-мм пушку и два пулемета. До 1946 года промышленность выпустила 900 танков Т-44, которые не принимали участие в боевых действиях. Фактически это была переходная модель, на которой отрабатывались новые инженерные решения. Их правильность подтвердилась уже в следующей разработке. Весной 1944 года конструкторское бюро «Урал-Вагодзавода» приступило к работе над средним танком, которому суждено будет стать первым представителем послевоенного поколения бронетехники. Работы шли очень высокими темпами. Сказывались большой опыт и высокая квалификация инженерного коллектива. Задачу усиления бронезащиты конструкторам удалось решить на предыдущей модели, Т-44. Однако нерешенной осталась другая проблема – усиление вооружения. Последовало предложение поставить на корпус от 44-ки мощную 100-мм пушку. Автором идеи стал главный конструктор «Урал-Вагонзавода» Александр Морозов. Морозов Александр Александрович, выдающийся разработчик бронетехники, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, дважды герой социалистического труда. Годы жизни – 1904-1979. Ученик и соратник Михаила Кошкина, автора конструкции Т-34. Создатель многих советских танков от БТ-2 до Т-64. К началу декабря 1944 года первый экспериментальный образец покинул заводские стены. Базовое шасси танка Т-54 практически повторяло базовое шасси танка Т-44. Причем на Т-44 в свое время была попытка установить 100-мм пушку, но в связи с тем, что погон башни, размеры башни не позволяли, а башня там напоминала 34-очную башню, установки такой произвести не удалось. Так вот, вернулись к этой задаче на танке Т-54. Ну и в результате, конечно же, при установке более мощной пушки, 100-мм нарезной пушки, пришлось изменить конструкцию башни. Опять же, учитывая законы обстрела, так скажем, поменяли не только размер башни, но и форму башни. Увеличили диаметр погона башни, свету для того, чтобы выдерживал этот погон башни, так скажем, выстрел 100-мм пушки. Весной победного 1945 года прошли государственные испытания новой машины. Они выявили высокие тактико-технические характеристики. Т-54 образца 1946 года. Средний танк. Боевая масса 36,5 тонн. Длина 9 метров. Ширина 3,3 метра. Толщина лобовой брони 100 миллиметров. Двигатель дизельной мощностью 520 лошадиных сил. Скорость до 50 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 100 миллиметров. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Один пулемет калибра 12,7 миллиметра. Экипаж 4 человека. Не дожидаясь налаживания серийного производства в 1946 году танк приняли на вооружение советской армии. Чем же эта машина повторяла Т-44? Тем, что на Т-44 впервые на советских танках двигатель установили не вдоль корпуса машины, а поперек корпуса машины. Это позволило уменьшить как длину моторно-трансмиссионного отделения, так и длину танка в целом. Так вот уменьшение длины моторно-трансмиссионного отделения позволило больший объем внутренний уделить боевому отделению и отделению управления соответственно, для того, чтобы можно было разместить и больший боекомплект, и соответственно разместить боеприпасы большего калибра. Длинноствольное 100-мм орудие обладало отличными огневыми качествами. Конструкция пушки оказалась настолько удачной, что свыше 40 лет она без особых изменений состояла на вооружении серийных модификаций танков Т-54 и Т-55. Впервые на советском среднем танке появилась турельная установка для зенитного пулемета ДШК. Она обеспечивала круговой обстрел воздушных и при необходимости наземных целей. В таком виде танк выпускался с 1946 по 1949 годы. Серийное производство было организовано в Харькове, Нижнем Тагиле и Омске. Но в ходе эксплуатации выявились и серьезные недостатки конструкции. Низкой оказалась надежность машины. Танки регулярно выходили из строя. Причина была проста. Серийные машины оказались серьезно утяжеленными по сравнению с проектом и обладали слабой проходимостью. Единственным резервом сокращения массы была бронезащита. Выход из положения конструкторы нашли в изменении формы и размеров башни. Ее разработали в 1948 году. Если в космонологию модернизации этой машины можно найти танки Т-54 образца 1945 года, танки Т-54 образца 1947 года, образца 1951 года и так далее. И по крайней мере первых годов выпуска машины отличались формой башни. В конце концов остановились на той форме, которая была применена потом на последних образцах в том числе. Это опять же сферическая форма, которая получена путем литья, которая позволяла дифференцировать бронирование башни со всех направлений, обеспечивала практически гарантированный рикошет поражающих средств. В то время танк стал безусловным мировым лидером в своем классе. Разработчикам удалось преодолеть детские болезни роста новой машины, добиться простоты и надежности конструкции, удобства ремонта и эксплуатации. Первые танки Т-54 не имели стабилизатора вооружения. Электрооборудование их было в общем-то несложное, то есть противопожарное оборудование как таковое и системы защиты от оружия массового поражения на этих машинах не применялись. Применялись простейшие, так скажем, разработок того времени приборы ночного видения. Оборудование для подводного вождения на машине отсутствовало, но машина могла преодолевать водные преграды с использованием индивидуальных плавсредств. В дальнейшем на Т-54 при модернизации этой машины устанавливали сначала одноплоскостной стабилизатор для пушки, потом двуплоскостной стабилизатор, более совершенные приборы ночного видения. Уже стали применять автоматическую систему противопожарного оборудования и тогда еще пока элементарную тем не менее систему защиты от оружия массового поражения. Ну и эта машина стала этапной в дальнейшем в создании таких машин как Т-55 и Т-62. Т-54 в различных модификациях производился с 1946 по 1958 годы. За это время было выпущено около 17 тысяч танков. Они состояли на вооружении не только в Советском Союзе. Их получали армии стран-участниц Варшавского договора, а также десятков других государств от Финляндии до Зимбабве. По этой причине Т-54 как ни один из танков послевоенного периода имеет богатую историю боевого применения. В составе египетской и сирийской армии Т-54 участвовали в арабо-израильских войнах вплоть до 80-х годов прошлого века. В ходе многих конфликтов в горячих точках на одном поле боя сходились 54-ки разных противоборствующих сторон. На базе танка Т-54 создавались зенитные самоходные установки ЗСУ-57-2 и различные инженерные машины, бронированные тягачи, самоходные краны, мостоукладчики. В 1949 году на шасси Т-54 была создана самоходная артиллерийская установка СУ-122-54. Ее полностью закрытый корпус был сварен из скатанных броневых плит. Самоходке была суждена долгая жизнь. Ее выпуск продолжался более 20 лет. Танк Т-54 отличается достаточной подвижностью, рациональной конфигурацией корпуса и башни и более мощным вооружением, чем у машин этого класса других государств. Форма башни заслуживает самой положительной оценки. Так отзывались о 54-м зарубежные эксперты. Фактически Т-54 был первым советским средним танком послевоенного поколения. Заложенные в его конструкции решения стали основой для новой, более совершенной модели Т-55. Редактор субтитров